Красота. Я сижу здесь сейчас в Бодруне. Приехала, в общем, в Бодруне, где снимаются почти все сериалы советские. Я так хотела туда попасть. Вот в отель приехали. Два дня уже путешествуем. Пока доехали, там в других местах останавливались. И нам каминчик тут сделали, чаёчек. Я сейчас вообще зачем вышла? С какой темой? Мне написал мой подписчик Виктор. Был на моих курсах и давно на меня подписан, с 2017 года. И он говорит, помоги, я не знаю, с чего начать. Я в депрессии, я всё знаю, там куча техник. Очень много разных людей слушал. Там духовный путь давно. Опять всё перемешалось, опять на каком-то дне. С чего начать? Что прорабатывать? Я опять запутался. Миллион всего знаю, да. А конкретно вот сесть, да, и что делать, я не понимаю. И я сначала хотела ему ответить на вопрос индивидуально, потом думаю, а зачем? Давайте я вам всем расскажу. Вот самый первый шаг, что нужно сделать. Я всем советую купить тетрадку. Самый первый шаг – это вычистить свою голову. То есть первое, что нам нужно сделать, все токсичные мысли, которые с шаблонами, оттенками этого прошлого, все оттенки серого, как говорится, да, нам нужно весь этот мусор с головы убрать в первую очередь, да, чтобы потом на ясную, чистую голову начать записывать там новые установки, новые привычки. Как этот мусор убрать? Берем тетрадку и начинаем машинальное письмо. Просто ручка, тетрадка, вы и погрузитесь на день, на два только в одно письмо. То есть вы пишете все, что приходит в голову, вспоминаете все негативные моменты, вспоминаете все ваши шаблоны мышления, все, что вас тормозит, любые ваши отговорки. Там, мне плохо, соседка там не так на меня посмотрела, собака на меня гавкнула, я не знаю, что мне делать, я не знаю то, я не знаю все, я не могу, у меня не получается, что делать, мне страшно там за будущее, я не знаю, как мне там найти работу, я не знаю, что мне с этим делать, я не знаю там, где встретить мужика, и почему я не могу его встретить, почему у меня нет денег. Начинайте рассуждать и просто всю муть из головы выписывайте. Вам нужно писать до тех пор, И пока у вас не останется в голове ни одной мысли. Техника очень рабочая, старая, древняя, еще древнее меня, древнее всех нас вместе взятых. Это очень старая тема. То есть начните с того, что просто выписывайте все, что идет в голову негативного. Потом переходите в выписывание мыслей, наблюдение за мыслью и выписывание всех мыслей. Там видите стену, мысль, о, стена неровная, там какая-то ямка записываете. О, стена неровная какая-то ямка. Соседи разговаривают за стенкой, пишите, соседи разговаривают за стенкой. То есть все мысли, вот все, что в голове роется, вот прям самое-самое, вот каждое слово, которое вы сможете поймать, вам нужно выписать в тетрадку. То есть это может быть очень толстая тетрадь, которая может закончиться, берете вторую. До тех пор, пока в голове не будет просто туманище, пустота, и вы не сможете сформулировать ни одной мысли. То есть поначалу вам будет легко писать, что вижу, то и пою, как чукча. А потом, потом у вас будет туман в голове. И вот когда он у вас наступит, тогда вы, можно сказать, всю эту муть с головы, мусор вытащили. И вообще вам нужно избавиться от лишних мыслей. Это самый главный первый шаг. После этого вы можете уже начать себе задавать вопросы. Какие у меня есть ресурсы для того, чтобы, допустим, встретить мужчину, встретить женщину? Какие у меня есть ресурсы, чтобы получить работу? Какие у меня есть ресурсы, чтобы ко мне пришли деньги? То есть вы уже начинаете задавать вопросы на чистую голову через несколько дней, когда вы эту муть уберете. И когда вот эти вопросы уже будут сформулированы, вам легко будут приходить без всякой херни, блин, ответы. Причём самые действенные вопросы – это не там, где взять мне деньги, а какие люди мне принесут деньги, не где мне взять работу, а какие люди мне помогут найти работу, не где мне научиться, а какие люди меня научат, не как мне пройти курсы, а какие люди меня приведут к этим знаниям и так далее и тому подобное. То есть ваша задача – найти ресурсы в людях. Если у вас нет денег, то вы спросите, а что я хочу на эти деньги? Например, вам нужен маникюр, педикюр, сделать зубы, волосы. Покраситься, подстричься, купить еды, снять квартиру, купить кроссовки, что угодно. То есть у вас есть какие-то потребности. Вот надо не денег отнять, а эти потребности. Пишите желания. А дальше задаёте себе вопрос, где мне найти подругу, которая стрижёт волосы? Где мне найти подругу, которая делает маникюр? Где мне найти подругу, которая подарит мне кроссовки? Где мне найти подругу или друга, который купит мне джинсы? То есть ваша задача – осознать, что все наши ресурсы – это люди. Всё нам приходит через людей. Если мы напрямую не связываемся с людьми, то мы платим деньги. Люди эти получают деньги, в обмен дают то, что нам нужно. Например, вы платите парикмахеру деньги, а он даёт вам красивую стрижку. Но вы же можете исключить вот этот момент с деньгами и можете напрямую познакомиться с тем человеком, которому нужно будет от вас не деньги, а то, что вы даёте этому миру. Может быть, им не хватает внимания, заботы, дружбы, общения. Может быть, вы там классно платье шьёте. Или можете там, не знаю, убираться в доме или водить машину и взять там этого человека и куда-то отвезти там или ещё что-то. Неважно. Если мы не можем найти обмен между друг дружкой, то этим обменом у нас обычно деньги являются. Но можно найти людей, которые напрямую будут исполнять ваши желания. Самый действенный способ – загадать себе знакомство с врачами, знакомство с риэлторами, знакомство с теми, кто владеет магазинами одежды, знакомство с парикмахерами, знакомство с поварами, те, кто владеет ресторанами и так далее, которые закроют ваши потребности. И люди придут охотнее в вашу жизнь, чем деньги. Во-первых, вот этот здоровый энергообмен с людьми, он нам более понятен, более интересен, более ресурсным. А деньги – это просто бумажки. Деньги, они не несут с собой никакой энергии. Очень сложно обладать тем, что не несёт в себе энергию, можно так сказать. Проще загадывать желания, которые вы хотите, чтобы они решились. У нас обычные желания – это решить свои проблемы. Загадывать не деньги, через которые вы будете решать проблемы, а загадывать людей. И чтобы эти люди приходили, они придут к вам только на чистую вашу голову. Начинаем, опять возвращаемся к тому, что нам нужно всю муть из головы вытащить и расписать все мысли негативные из тетрадки. Дальше, вторым этапом, после того, как вы муть вытащите из головы своей, вам нужно будет задать себе вопросы. А какие шаблоны я выписал, посмотреть и трансформировать их. То есть я не могу. Что это за ресурс такой? Я часто говорю, я не могу, поэтому я иду и не делаю. То есть этот шаблон меня тормозит. Этот шаблон не могу использовать себе во благо. Что такое не могу? Я не могу ныть, я не могу позволять себе быть ленивым, я не могу убивать свое тело, я не могу бездействовать. То есть этот ресурс у вас есть, но вы его используете в негативном ключе. А можно же это не могу перевернуть и понять, как его с пользой использовать, где его говорить в своей голове, чтобы ваши нейронные связи по-новому закрутились в голове и не тормозили вас, а двигали. Я не могу лениться, это уже двигает вас. Я не могу токсичить, это уже меня двигает. Я не могу сейчас сидеть и ныть, это меня двигает. То есть когда вы будете написать тетрадку со своими мыслями мусорными, вы очень много увидите шаблонов, и это же и ваши ресурсы, которые, задав вопрос, как это использовать в пользу, вы можете найти в этом ресурс. Аж во рту пересохло. Если есть какие-то у вас вопросы, давайте поднимите ручку, я посмотрю, включу, зададите там два-три, давайте, вопросы, и я пойду погуляю по-бодрому. Просто хотела чуть-чуть согреться с чаем и ответить на вопрос, да, с чего начать. И могу ответить на пару вопросов, если у вас есть. Если нет, буду выходить. У меня нету с собой, обычно я в эфир выхожу из компьютера, а на телефоне чат смотрю, либо наоборот, с телефона выхожу, на компьютере чат смотрю. Сейчас, если я выйду посмотреть чат, что вы там написали, вот, то я вот здесь потеряюсь и опять не пойму, как эфир искать. О, поднимаю ручку, разрешить говорить. Привет, Нель. Привет. Как живешь? Да, хорошо. Привет. В бодруме сейчас отдыхаю. А, хорошо. Слушай, расскажи еще, вот мне твоя версия нравится про дуальности. Про дуальности? Хорошо, что именно конкретно? Ну, вот, вот примеры, как схлопывать дуальности, как эта вся история работает. Давай шаблон. Любой. Ха-ха. Как-то. Ну, любое слово противоположности. Могу-не могу. Или там, нормальный-ненормальный. Или правильно-хорошо. Дорого-дешево. Любой шаблон. Они же дуальные, противоположные. Давай. Ну, да, да. Давай какой-нибудь придумать, да. Ну, вот, допустим, хочу-не хочу, да, вот это, такой популярный. Или надо-не надо, вот. Такое, наверное, лучше. Хочу, это, знаешь, легче делается, надо-не надо. Потому что, больше надо. Надо и не надо. Получается, это две противоположности, как две стороны одной металли, это правильно. Правильно? Который составляет целое. Меня вообще хорошо слышно? Да. Было. Отлично. Мы себе задаем вопрос, почему надо, это не надо, а не надо, почему это надо. То есть, почему это одно и то же. Нам нужно путем рассуждения, у каждого свои рассуждения. Когда вы слушаете чужие рассуждения, вы можете это понять, но не осознать глубоко. Ну, то есть, понять умом, но не осознать подсознанием. Поэтому тебе потом придется снова разобрать этот шаблон по-своему. Да, ну, как пример объясню. То есть, то, что я его сейчас разберу, для каждого, это будет только пример, но не подойдет, потому что понять умом чужие рассуждения можно использовать только как пример. Понимаешь, да? А когда ты сам рассуждаешь, у тебя в это время перестраиваются твои нейронные связи, твоими собственными рассуждениями, и тогда только шаблон меняется. Понимаешь, да? Ну, это так, дополнение. Да, да. Я советую рассоздавать шаблон через какой-то образ, на который ум будет опираться, но чтобы этот образ был непонятный, странный, для того, чтобы не опираться на старые опыты и на старые какие-то шаблоны. Поэтому нам нужно придумать какую-то картинку перед тем, как рассуждать, чтобы опираться на какую-то фигню. при рассуждениях не опираться на старый опыт, на старые знания, на что-то понятное. Нам нужно придумать что-то непонятное и опираться, будем на эту картинку рассуждать. Давай любую картинку, какая приходит в голову. Ну, допустим, надо мыть машину или не надо мыть машину? Не-не-не. Не опирайся на надо, не опирайся на не надо. Вообще. Просто придумай любую картинку. Угу. Вот что вот первое пришло? Облакатом. Ты первый пришел в слон. О, слон. Хорошо. Теперь рассуждаем, что такое слово надо, глядя на слона. Ну. Да. Неси билиберду. Неси всякую фигню, билиберду. То есть не надо пытаться, понятно, облачая этот шаблон, проецированного слона, на картинку, не надо пытаться понятно что-то объяснить. Пока мы просто берем картинку слона, смотрим на слона, воображаем его и спрашиваем, как связать слово надо с флоном. Не можешь нести всякую фигню. К логике мы придем позже. Да. Ну, вот надо его обсмотреть со стороны, всего обойти, познакомиться со всех сторон, чтобы не перепутать хвост с хоботом, да. Надо убедиться, с какой стороны он опасен и безопасен. А еще слону надо быть слоном, правильно? Ну, да. Если он не будет слоном, то... Ну, кукушка у меня полетела. То есть, получается, слону надо быть слоном, чтобы он был слоном. Чтобы его видели, что он слон, ему надо быть слоном. То есть, он не может сейчас вообразить себя зеброй, пытаться играть роль зебры, пытаться играть роль птицы или пытаться быть человеком. Если он попытается быть кем-то другим, то он перестанет быть слоном. Чтобы ему быть слоном, ему просто надо быть им и все и никем другим ни под кого не подстраиваться иначе сородичей его слонят и его не узнают и будут думать что чужак то есть слону надо быть слоном вот слово надо теперь как ты понимаешь слово надо вот мы сейчас порассуждали что такое надо ну получается как убеждение какое-то давай суть слова надо суть явление этого слова ну возвращаемся то что это как бы шаблон убеждения что вот так вот так я вижу что вот слон и слон что надо его так и не будем трогать слона мы сейчас с тобой на слоне потренировались и теперь нам нужно объяснять представь что то что ты даль который пишет книгу и объясняешь суть слов вот объясню что такое слово надо это как убеждение получается если люди возьмут словарь эрика они дали а словарь эрика и начнут читать дерево это то что там растет из земли с зелеными листьями мы дышим углекислым газом ой этим кислородом а она дышит углекислым газом там через синтез листьев имеет корни ствол там тра-та-та мы прочитаем что такое дерево а потом будет описание слова надо вот как это слияние двух на и до получилось надо слушай ну это действительно крутая версия потому что что идет до на идет до до начала чего-то что не пошло на пошло до результат от этого слова надо родила давай вернемся тогда слону чтобы слону или к собаке или к человеку то есть для того чтобы мне быть человеком не надо просто быть и все ну то есть я есть без определений поэтому я человек если я есть и начну объяснять еще чего-то кто я как я уже не буду им являться я буду подстраиваться под что-то другое ну то есть лично я это вот просто я есть слон ему надо быть его сутью то есть ему надо быть слоном его сутью то есть слово надо обозначает суть сложно я объясняю не не сложно мне нравится твоя глубина как ты вот это не глубина не так знаешь другое слово лезет сумасшествие вот насколько ты глубоко легко лезешь в эти слова вот это вот этой ширины ширина вот мне нравится сейчас до тебя дойдет слово надо суть этого слова его понимаешь его можно только прочувствовать да но его не понять и не объяснить ты уже сам понял то что ты не дали ты просто эрик ну даже далее вы не сможете объяснить правильно это очень сложное слово надо это несуществительное какое-то которое можно пощупать и объяснить его то есть суть слова надо это быть существовать то есть надо если это надо до надо до того как ты даешь какое-то явление этому миру надо это дать какое-то явление этому миру до на на а до это до этого правильно ты сказал то есть слово надо это когда нужно дать этому миру что-то чтобы произошло это явление и вот чтобы слон произошел для всех и был слонов они обезьяны ему надо быть слоном ему надо и тогда он будет слоном то есть чтобы слоном явиться ему сначала надо из мать и из ничего дать стать материей стать слоном слово надо являет в этот мир все что мы можем потом пощупать увидеть услышать или вкусить запахом или слухом и так далее то есть слово надо по сути является звеном между антиматерией и материи которая материализовывает из ничего во что-то стартер да можно так сказать заводит ничего заводит из ничего появляется интерес и что-то начинается суть какого-то явления это явиться этому миру вот это вот слово надо помогает нам являться если мы говорим мне надо то я понимаю что мне нужно сделать какие-то действия до чтобы это реализовать в этот мир когда я говорю не надо это значит что я говорю что я не буду делать эти действия и я не хочу чтобы это существовало в моем мире теперь вот это вот понятно да тебе что такое надо надо это как импульс родить в этот мир что-то сотворить а не надо это когда я даю решение не рожать это в этот мир не давать ну слушай но если не по-другому произнести по-армянски не надо это утверждение что действительно надо так вот когда мы поняли суть слова надо то есть это то что помогает сотворить в этот мир материю ну либо любовь это же не материальное чувство не материальное в общем что-то в материальном мире сотворить неважно пощупаешь это или твердо или это неосязаемое неважно слово надо мотивирует нам создать это слово не надо мотивирует либо это не создавать вовсе либо убрать это из жизни то что он уже создан но любая наша мысль даже если она не создана она уже есть в мире есть все кроме самого отсутствия понимая вау вот это круто то есть если мы уже о чем-то подумали она уже существует поэтому слово не надо в контексте нашего физического мира это значит что мы хотим существующие убрать существующие уничтожить существующие сделать ничем то есть не решение до того как создать то есть не создавать то что я не хочу а убрать потому что она уже есть в этом мире есть все так вот теперь объясни мне пожалуйста почему надо это не надо как ты это понял теперь ну ты правильно сказала что это невозможно понять это можно прочувствовать только как-то вот да но вот вот эта фраза что все существует кроме отсутствия это вот прям коронное что я сейчас убил не важно то что ты не можешь это пощупать сейчас или уловить запах или услышать но она уже есть если у тебя мысль какая-то появилась она же существует это уже мысль не важно то что она физической форме еще не проявлена но она же уже есть так вот когда мы себе говорим не надо выходим то что уже явилась убрать но зачем мы хотим убрать то что есть это как отрезать от себя кусок там пальца надо руку на мы это можем только научиться использовать поэтому то что не надо нам тоже надо но мы просто пока еще не умеем это использовать и не понимаем зачем нам это надо понимаешь да круто то есть все что нам не надо но существует значит для чего-то это как ресурс есть для нас потому что все существует только по нашему желанию мы мир творим нашими желаниями все что мы хотим убрать это нам только ум говорит это убрать а на самом деле наша задача дать задание уму и навсегда запомнить что все что есть неважно от материального до мыслей и фантазии нам надо задавать вопрос всегда как это использовать с пользой для чего мне это надо для чего мне надо то что мне не не надо и надо и надо одно и то же оно надо в любом нам случае даже если она не надо на тоже нам надо шуба нам не нужна сейчас потому что допустим лето сейчас зима ладно нам купальник сейчас не нужен но он нам в принципе все нужен просто ему сейчас не время не место если на что-то мы говорим не надо это просто надо либо отложить в сторону либо либо задать себе вопрос а можем ли мы сейчас это использовать купальника можем использовать в бассейне в горячем даже зимой а можем отложить его на лето но в принципе отрицать что купальник нам вообще никогда не нужен и нам его не надо не надо нам не надо отрицать надо и не надо отрицать не надо то есть одно и то же слово можно использовать и так и вся получается но она она зеркаливает друг друга короче получать да то есть сейчас мы с тобой попытались трансформировать и понять почему надо может быть не надо вот например я сейчас это хочу мне это прям надо я сижу и так как говорю себе но у меня этого нет надо понимать то что все что мне сейчас надо то что я хочу явить этому миру не обязательно надо явить физической форме в здесь сейчас этому месту может быть потом не поэтому мы всегда должны отпускать мысли как только мы проговариваем словом не не надо или мне надо вот просто отпускаем эти мысли задаем вопрос первое я могу сейчас это использовать на пользу если мне не надо то что есть а второе если мне это надо я задаю себе вопрос могу ли я это отложить до времен когда мне понадобится потому что когда она мне понадобится она сама в этой жизни проявится то есть этот мир полностью воплощение моих желаний он проявит все что мне нужно в нужное время в нужный момент времени то есть в любом нужном удобном месте то есть надо просто вспоминать новую программу новый шаблон все время то что то что прям сейчас я хочу ferrari например я не смогу им воспользоваться у меня тут другие мутки сейчас но в принципе нужен окей отпускаю появится там нужный момент если он мне понадобится вот прям здесь здесь сейчас я иду гулять по бодрому там или сижу здесь в кресле я не могу одновременно находиться в ferrari и в кресле у нас просто есть навязчивые мысли которые мы хотим чтобы они исполнились но прям здесь сейчас эти мысли нам невозможны неудобны то есть мы одновременно не можем нам придется покинуть например объятие любимого человека с которым мы сейчас в кровати сидим там смотрим фильм и пьем чай да нам придется покинуть чтобы сидеть в ferrari да но нам как для души сейчас другой интерес не получается не хватает нашего фокуса внимания и нашего нашей энергии наше внимание сейчас разбазаривается на то что нам нужно только потом ну когда нибудь а мы сидим и эти мысли гоняем которые в данную секунду не дают нам насладиться моментом самым лучшим вот сейчас допустим мы всю жизнь хотели там найти себе там молодого человека или девушку там или детей родить с детства хотели вот ты родила вот тебя муж вот сиди наслаждайся но я сижу думаю опять каких-то желаниях которые ну то есть я добила всего что всю жизнь хотела даже не заметила потому что мне бесконечно ум вводит в новые желания опять будущего какого-то да я никогда настоящим не наслаждать так вот на надо всегда наслаждаться вот в этот момент и не надо наслаждаться моментом иллюзии будущего получается и не надо лелеять иллюзии прошлого опять же фантазии эти о будущем и то есть и шаблон еще одновременно надо и не надо он используется если мне надо сейчас чай пить то мне не надо пить прям сейчас кофе то есть я сейчас разбираю шаблон ну-ка разными вариантами почему это одно и то же если мне надо сейчас чай то мне прямо сейчас не надо кофе то есть не надо что-то пить но не надо есть допустим то есть я одновременно всегда использую дуальности но мы обычно дуальность берем так которая нам сейчас отнимает энергию и фокусируемся на ней и не фокусируемся на противоположной дуальность и который бы давал нам энергию то есть я сижу и думаю вот мне не надо чай и мне не надо чай сейчас такое пришло ты вот говоришь про чай такой если мне надо сейчас жидкость то мне не надо быть без жидкости получается одновременно просто надо опыт всегда тренировать и фиксировать только на полезных нам момента на полезных шаблонах наша задача не избавиться от шаблонов шаблон это просто мысль нам надо научиться с ними дружить с этими мыслями шаблонами да чтобы они нам помогали их не надо там спамить и стирать понял да 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 найти суть этого шаблона найти целое в дуальности и научиться каждую сторону каждую противоположность применять с пользой то есть где я могу применить слово не надо ну вот мне не надо токсичить там лить слезы психовать зато мне надо радоваться если мы это вспоминаем наш он успокаивается и переключается как раз таки вот на эту радость и перестает токсичить как только мы заметили то что нам не нравится она перестает нас тревожить и мы перестаем на этом фокусироваться вся задача сводится к одному у всех проблема то что мы не здесь сейчас и не понимаем что мы думаем не фиксируемся в настоящий день никогда не фиксируемся на том что мы думаем и поэтому почему так уводят здесь и сейчас для чего вот у меня в книжке есть классная глава если бы не это то ты точно был бы счастлив там огромная глава длинная длинная где я описываю зачем уму забирать у нас бразды правления если он про какую книжку сейчас говоришь работа с шаблонами если бы не этот этот точно был бы счастлив а ты точно был бы счастлив нам есть глава где я описываю почему он забирает у нас броды правления если мы по не поймем что он это не главный а всего лишь наш инструмент он потеряет свое превосходство на стани а он это не мы это встроенная программа это уже как отдельная сущность которая в нас живет которая нами управляет он боится лишь лишиться нашего и можно сказать ему ум это не мы мы с ассоциируемся с умом но мы не мы не тело и не ум ум это как мы взяли мы взяли отдельно программу которой мы пользуемся и отдельно тело скафандр погонять и и решили что мы и это и есть тело и ум да а мы не вне телесное неразумное что мы там бесформенное чувство чувство букет из густок энергии получается разум да разум из чувств мы это чувство я я почему говорю чувство потому что более-менее через ум мы хотя бы понимаем что такое чувство хотя бы умом ну как то просто нету наверное в человеческом языке таких слов да чтобы описывало понятие кто мы поэтому я не знаю как еще объясните мне кажется слово чувство просто более близко подходит к описанию кто мы вселенский разум сложно просто слово энергия тоже какая-то непонятная штука в которой не будет мы не можем ей наполняться мы не можем ее сливать энергии это просто действия вот мы поднимаемся встаем со стула у нас есть энергия для того чтобы подняться мы встали все энергии нет то есть она образуется в начале языка в конце то есть это не какой-то материал который мы взяли там из него слепили то есть это что-то что дает нам просто действовать не знаю даже как тоже это объяснить сложно у меня были эфиры когда я объяснял это а сейчас может быть у меня ресурсы не хватает объяснить потому что не могу слов так время ребят 22 а шаблонов все разобрались да ты понял то что мы нам прочувствовал дуальности понять суть что это такое как это использовать с пользой и почему это одно и то же и вот ты просто рассоздаешь рассуждаешь своими собственными словами и вначале чтобы рассуждение сдвинуть с мертвой точки не опираясь на старый опыт на прошлое потому что в старом ответов нет иначе бы они уже были нам нужно создать новый которого не существует а как создать то что не существует начать с рассуждать с какой-то билиберды опираясь на странный образ который придет первым в голову понимаю да вот надеюсь потренируешься и там на сотый шаблон уже будешь за секунду это делать для того чтобы полностью перевернуть сознание критической массы шаблонов достаточно ну там 300 вау да для того чтобы автоматом уже все шаблоны трансформировались вот ты смотришь да и уже просто понимаешь доля секунды тебе уже понятно где-то 300 это вот критическая масса когда уже ты мыслишь трансформациями то есть не шаблонами это то что нам сказали до этого да объяснили что картина это картина солнце это солнце плохо это вот плохо хорошо это вот что такое хорошо это вот то есть мы мыслим категориями которые нам социум и близкие там мамы с папой и остальные потом по жизни объясняли да ну и своим опытом а когда ты трансформируешь где-то 300 программ шаблон ты уже не будешь опираться на прошлое не будешь опираться на знания старые не будешь у тебя будут ответы рождаться из нового осознание всего в этом мире у тебя будет рождаться из нового ты будешь смотреть на корабль будешь его видеть по-другому ты будешь смотреть на любое чувство видеть его по-другому будешь смотреть на тарелку видеть его по-другому потому что у тебя автоматически мозг натренируется создавать опять ну как видение того что ты видишь с нуля, можно так сказать, да, не со старой программы. И вот тогда можно поговорить о том, осознанный человек или нет, мне кажется. Все, я ответила на вопросы. Да, спасибо, рад тебя видеть. Там два-три вопроса, но так как мы долго с вами загуляли здесь, я думаю, все, я буду отключаться, эфир я сейчас запишу, отправлю, пересмотрю, это сложно. Очень сложно создать шаблоны. А, и сегодня с утра, когда я ехала в Бодрум, у меня такая мысль возникла, не создать ли мне какой-то супер-курс по трансформации шаблонов, чтобы мы научились их выявлять и научились их трансформировать. Вот, группу возьму небольшую и сделаю какой-то там ценник тысяч, там, пять рублей, ну, пять тысяч рублей, там, я не знаю, не пятьдесят, не пятьсот, как обычно было раньше, тысяч пять. И вот, думаю, анонс сделать по шаблонам. Если интересно, вот кто меня сейчас смотрит, сорок три участника, да, то если вы запишетесь, все, другие не смогут. Я просто ограничу, с большей толпой невозможно курс провести. Ну, может быть... Ручку поднимает еще. Наталья. Спасибо. Спасибо. Все, давай, отключай. Рад был, вид. И пойду, все, пять минут с вами и ухожу. Наталья, привет. Ты в эфире, выходи. Все, ручка опустилась. Ладно, тогда я выхожу. Спасибо вам всем, что вы смотрели. Наталья тебе дала право выйти в эфир, нажала, ты куда-то потерялась. Я не смогла, да. Я хотела поблагодарить, и я уже на курсе. Я благодарю, я на курсе. Все, тогда хорошо. Я сегодня приду ночью, ну, как ночью, сейчас... А, ну да, сейчас время 22, в 12 ночи приду и сделаю чат. Вы там плюсики поставьте, кто будет в курсе. Наверное, вот на этот курс первый возьму 40 человек все-таки, а не больше. Потому что, представляете, каждому нужно будет помогать трансформировать шаблон. Это, ну, как бы, мозг потечет, если будет больше народу. Когда у меня было... Это был пипец. Кто был 3 или 4 года назад на курсе, где было 2000 человек, вот, в трехдневном. Наверное, помнят. Там было такое. Короче, 40 человек я сначала сделаю. Если будет больше, то, может быть, потом, позже второй курс выйдет. Недельки-три. Все. Целую. Спасибо. Спасибо большое. Всем. А, скажи, Наталья, вот сейчас мы трансформировали шаблон. Ты поняла что-то? От лица и толпы скажи, понятно вообще было или нет? У меня было слово, мне было понятно слово «надо» на слоне. Все, дальше голова. А дальше начала кружиться голова, и уходит прям внимание сознание. То есть вы не трансформировали с тобой, слово «надо» или «не надо». Я его поняла, как трансформировать. Слово «надо» на слоне, я поняла. Все, поняла. Как применить? На практике нет? А, на практике не поняла. Ну вот как-то… Мне не надо на практике, да, вот мне сейчас не надо туда ехать. Ты задаешь себе вопрос, вопрос, а как мне, так как это уже надо, это же существует, это тебя там куда-то позвали, или там тебя ждут. Ты себе спрашиваешь, а как на пользу это использовать? То есть я поеду, окей, ну как с пользой использовать? То есть ты задаешь себе вопрос, почему я решила, что это не надо. Может быть, раз это есть, значит, все-таки надо. Может быть, здесь есть что-то для меня полезное. Может быть, я извлеку для себя что-то полезное. Вот, может быть, так тебе мнение было? Да, да, да. Слово «полезное» прям нужно большими буквами себе позаписывать везде. Сейчас напишу на холодильнике. Все, обнимаю вас, целуюсь, сохраняю вас. Спасибо. Давайте. Пока. Только вот не знаю, как выйти и теперь все завершить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok